Александр Захарченко рассказал о том, что сейчас происходит в районе Тибайс. Село Никишное перешло под полный контроль ополченцев. Эксклюзивные кадры из освобожденного населенного пункта смотрите только на Лайд Ньюс. Ты смотришь в телеэкран из передачи новостей, ты узнаешь о том, кто был сегодня сильнее, кто стрелял только в спину, ну а кто только в лоб, и о том, кто хотел, но почему-то не смог. Ты почувствуешь боль, ты почувствуешь страх, ты узнаешь о том, что в мире что-то не так. И главная новость, как обычно, одна, это только пять дней. Война. Она куда-то ушла, и третий день не звонит, и почему-то один, и почему-то забыт. И каждый считает виноватым другого, хотя сделать шаг на встречу это проще простого. И каждый хочет доказать, что он лучше, чем есть. И большая любовь превращается в месть, и безумные чувства превращаются в слова. Но это уже совсем другая война. Бывает нет сил, чтобы встать и идти, и некому помочь тебе на этом пути. И некому сказать, что все будет хорошо, что это только начало. А в начале тяжело, нелегко поднять тяжесть опустившихся рук. Особенно тогда, когда тебе предал друг, и каждый день превращается в бешеный бой. И это тоже война, но война с самим собой. Субтитры сделал DimaTorzok Он говорит и тихо плачет, как сентябрьские дожди. Ты ему не мешай, он сговорит только его слова о том, Что ты не будь поранен, но стол ты посмотри ему в глаза. В них только выстрелов дымит, пока он жив, его война будет с ним. Я скажу честно, эту страну, которую порвали сбор негодяев и подонков на разные кусочки, Надо объединять нормальное государство. И как были мы славянами и русскими, так мы именно с вами. Господи, Боже милостой, спасись за хранина грешная.